Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 февраля. Теперь у меня каждый день рассаду я понемножку часа на 2 на 3 выношу в придомовую теплицу. Вот сейчас у нас на улице ночью было минус 12, днем минус 6 до минус 2. В данный момент в придомовой теплице 36 градусов. И для рассада это такие идеальные условия. Солнце. Конечно, пасмурный день не буду выносить, но не все так радушно. И сегодня тема моего вот этого видеоролика, видеоурока будет не такая приятная. Много раз уже задавался вопрос вот про этих, про сходы, которые называют космонавтов. Те, которые не скидывают семенную коробочку. Многие спрашивают, что все-таки делать? Убирать руками, ждать, когда он сам освободится от этой семенной коробочки сенец. Или выбрасывать, выбраковывать. Вот сегодня будем разговаривать на эту тему, потому что, если вы зайдете в интернет и начнете искать там информацию, информации много и она очень противоречивая. Так как я на томате не могу ни один экземпляр вам показать, у меня шапочек нет на помидорах, я покажу вам на перцах. И расскажу предисловие. Когда я сеяла перец, вы, вероятно, видели вот этот перец. Я вам показывала, что у меня половина лотка были мои семена. Вот написано. Бигмама мои, Рамира мой. А вот этот, вторая часть, я опять же опрометчиво посадила и своей магазинной в один и тот же лоток. И сначала при наклёвывании они не проклюнулись, вот эти магазинные семена, а мои проклюнулись. И когда я посадила даже вот, ну не проклюнувшиеся, думала, что они вырастут. Они выросли, и сейчас я покажу, какая неприятность с ними получилась. Вот теперь эти я буду уже пикировать на днях, потому что уже два листа, третий лист лезет со своих. А эти космонавты в шапочках так и стоят. Шапки они свои не сбросили. И вот это как раз тот самый пример, на котором я вам сейчас могу рассказать вот обо всех случаях. Потому что, ещё раз повторю, в интернете описываются, как объяснения даются разные. Во-первых, всегда может быть две причины. Одна не очень серьёзная, из-за которой не нужно выбрасывать посевы, а другая более серьёзная. Не очень серьёзная – это неправильная посадка. А очень серьёзная – это некачественные семена. Вот при неправильной посадке могут быть причины разные. И обо всём об этом пишется в интернете. В одной статье пишется, что это недостаточная влажность воздуха, возможно, именно не грунта, а воздуха в вашем помещении. То есть, когда он вместе с этой шапочкой, космонавт, хоп, на поверхность вылазит, а там сухо. И вот эта шапочка остаётся сухой. И семидолям просто не хватает сил разорвать её. И они остаются вот в этой шапочке, в каске. Второй случай – это сухой грунт. Когда при посеве мы недостаточно увлажняем грунт, и семена там не размокают. Ну как размокают, но недостаточно. Шапочка хоп, расщёлкивается. Корешок вылазит, укореняется всё, её выдавливает из грунта. Но сама шапка, опять же, сухая, и она не успевает расщёлкнуться, и так и выходит с этой шапочкой. Так, это вот вторая причина. Короче, первое – сухой воздух на поверхности, второе – сухой грунт. И ещё называется неглубокая заделка и рыхлая очень почва. То есть, если она недалеко от поверхности, опять-таки точно так же, она раз, расщёлкнулась чуть-чуть, и она пошла-пошла в рост. Если бы было много грунта над ней, вот так вот, она пока шла, шапка бы, если бы была влажная, она бы её сбросила и вылезла уже без шапки. Но так как вот уже наружу, ну как, воздух уже близко, там как свобода, она раз вылезла, эта шапка, всё, там дальше сухой воздух, и опять то же самое. Вот это вот не очень серьёзная причина, из-за которой не стоит выбрасывать нам вот эти посевы при выбраковке. Тут различные советы. Нужно сбрызгивать из пультовизатора, возможно, им хватит сил, и они сами её скинут, если растенница сильная. Потом некоторые предлагают даже капнуть на каждую вот эту шапочку, на касочку, вот видите, если вот такая шапочка у вас стоит. Ну как, если всходы нормальные, и несколько шапок осталось, то вот капните по одной капельке шприца, там из грушки, из резиновой. Подождите час-другой, если она недостаточно размокла, капните ещё раз, и даже не запрещается убрать руками. То есть, если она у вас уже влажненькая, мы сейчас найдём где вот побольше, если она влажненькая, можно её так взять, осторожно-осторожно, и как бы вот так надавить, она должна расщёлкнуться, и вы должны убрать. Вот видите, я убрала, и ничего страшного, вот она эта шапочка, вот она, всё, и листик освободился. То есть, вот такой лёгкий, ну как, лёгкий вот этот недостаток, если просто или грунт был сухой, или повышенная у вас там дома, пониженная влажность очень сухая, вот эти шапки, они такие сухие, не может скинуть растение. Помогите им, сбрызните, можно рукой, только очень осторожно. Потом, самое главное, не спутать с тем случаем, когда у вас очень серьёзная причина и некачественные семена. Когда не нужно снимать этих шапочек, не нужно их спасать, нужно их жесточайшим образом выбраковывать и выбрасывать. То есть, смотрите, вот у меня вот этот случай как раз такой, когда некачественное семя. То есть, в одних и тех же условиях, как вы понимаете, грунт же был, наверное, одинаково смочен, раз я в одном и том же лотке посеяла, одни взошли, другие нет. Значит, для них, для моих семян были подходящие условия, а для этих нет. Значит, дело не в грунте, грунт одинаково смоченный. Когда они вылезли на поверхность, тоже влажность воздуха для всех одинакова. И сильные, здоровые вот эти сеянцы, которые вначале, они сбросили без проблем. А эти, представьте, посеяны 26 января, они в касках стоят, вот непробиваемые. Вот стоит он, эта каска, и как многие писали, что нет даже семидолей. Вот, видите, у него даже нет семидолей, он вообще не развивается. Он стоит в течение месяца вот такой в каске, этот космонавт непробиваемый. Это значит, такие уже посевы спасать не нужно. Это значит, что некачественные семена. Я вот сейчас попробую снять шапочку с одного. Есть ли там семидоли, там, по-моему, вообще ничего нет. О, вот там, короче, он... Все, вот это более серьезный случай, когда вы видите, что вылезло вот это вот растение в этой каске. Нету даже семидольки. Если здесь я вот освобождала, то видно было семидоли, она просто была, кончики вот так зажатые. Здесь вообще ничего. Вот стоит такой, можно сказать, как уродливый какой-то росток в шлеме, больше ничего нет. Эти растения, не знаю, каждый, конечно, выбирает себе сам, может быть, будете выхаживать. Эти растения я оставлять не буду, и вот эти я все буду выбраковывать. Я их даже до пикировки не буду доводить, потому что смысла в них нет. Все. И вот исходя из этого, вы должны понимать, что ситуации у всех индивидуальные. Вот мне одна женщина писала, она говорит, я уже пишу третий раз, шапки не скидывают, что делать. Но для того, чтобы вам ответить, я должна у вас выведать все эти данные. Вы же сами не пишете, что сколько они стоят в шапке, как у них шапка, есть ли семидоля, стоят ли в этом желатке другие уже сбросившие шапку. Потому что, еще раз говорю, огород и вся эта рассада, это очень индивидуально. Вот я, например, из своего лотка показала, чтобы вы хоть немного представляли, что если у вас в этом же лотке, в таком же грунте стоят растения, которые из шапки сбросили, значит, не от условий это зависит. А вот эти стоят в замороженном состоянии, они какие-то как, ну, я даже не побоюсь этого слова, как уродливые растеницы. Непонятно, что из них какие-то как это, но это что, вот оно месяц вот так вот стоит. Это ясно, что с него ничего хорошо не будет. Поэтому в каждом случае разбирайтесь отдельно. И если вам кто-то советует, что вы браковываете или выбрасываете, вы должны по своим растениям смотреть. Может быть, просто им нужно помочь и сбрызнуть, или капнуть водичкой, убрать. И посмотрите, если после того, как вы семидоли освободите, начнется хорошо нарастать лист, вот первый настоящий, второй настоящий, то, возможно, и не нужно их выбрасывать. Всё, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Я надеюсь, вам объяснила, что всё индивидуально, и вам никто заочно не расскажет. Вот видите, сколько времени я заняла, чтобы объяснить, что ситуации бывают разные, что много причин. Возможно, вы виноваты, что сухой грунт, может быть, не уплотнили. Некоторые, как говорят, что нужно уплотнять, нужно увлажнять. Ну, а если уж в одном лотке, при одинаковых условиях, стоят вот такие вот космонавты в шапках, то это ясно, это не наши растения, это какие-то пришельцы из космоса, их нужно убирать. Всё, до свидания. Желаю вам, чтобы космонавтов в шлемах было как можно меньше, чтобы вся рассада была вот такая вот хорошенькая, толстенькая, красивенькая, загляденица.